Печем маковый пирог с орехами по старинному и очень простому рецепту. Предлагаем вам полакомиться к чаю невероятно вкусным пирогом с маком и орехами. А для тех, кто захочет удивить гостей, можете добавить к десерту варенье из елочных шишек. Рецептом поделился шеф-повар Вячеслав Попков, пишет из Хакалтара, ресурс который публикует старинные рецепты. Ингредиенты для пирога весом 500-600 год. Яйца куриные 6 штук. Мак 90 граммов, масло сливочное 120 граммов, сахар 150 граммов, орехи лещины измельченные 80 граммов, для поливки. Сметана 25%, 100 граммов, сахарная, пудра 15 граммов, мята 10 граммов, варенье из елочных шишек 75 граммов. Вот таким должен получиться наш замечательный пирог. Приготовление макового пирога. Белки отделить от желтков. Отдельно взбить белки, а желтки взбить с сахаром. К желткам с сахаром добавить мягкое сливочное масло, орехи, мак и замесить тесто. В тесто ввести взбитые белки, осторожно перемешать. Противень устелить пергаментом, вылить на него тесто и поставить в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 30-40 минут. Готовому пирогу дать немного остыть. Тем временем к сметане добавить сахарную пудру и половину жидкого варенья и все вместе перемешать. На тарелке на разрезанный пирог сверху сначала выложить подготовленную сметану, затем полить второй частью варенья. Молодые шишки из варенья нарезать и посыпать ими пирог сверху. Украсить листьями мяты. Несколько важных советов. Шеф-повар говорит, что лещину можно заменить грецкими орехами. А чтобы мак не был горьким, его сначала можно немного проварить или обдать кипятком. Варенье из маринованных шишек можно заменить вареньем из зеленых орехов или другим, но оно не должно быть очень сладким и густым, чтобы им можно было пропитать пирог. Ранее мы писали, что означает белая пенка в банке с медом и можно ли употреблять такой продукт. Также сообщалось, как выпечь настоящий крымско-татарский пирог фулту. Озвучено Яндекс Спичкайт